Антимаг от Ятора. Наконец-то мы с вами этого дождались, потому что Ятора сыграл в новом патче каточку на антимаге. Почему именно он? Нету, наверное, ни одного другого игрока, который понимает этого героя лучше, нежели чем Ятора. Поэтому я так ждал именно его. Начальный закуп у нас это танго, цирклетка, топорик, стики и айрон бренч. Стоит вместе с Бэйном, которого прямо сейчас убивают на ФБ, против Бистмастера, ну и также здесь у нас еще находится, сейчас мы увидим, это Винга. В Миду Кунка против Инвокера, в Харде Тайтхантер стоит с Фениксом, против Керри Морфинга, кстати, тоже непростого, это проигрок Кристаллайз, у него 80 ранг и 28 уровень Дота Плюса. Поэтому битва будет, ну на самом деле, почти равная. Этот проигрок тоже знает толк в Морфе. Ну и плюс Морф сейчас стал поприятнее играться. Так вот, антимаг и Ятора, что их объединяет, а именно то, что это практически главная сигнатурка. У него 950 игр, это его второй герой, больше игр у Ятора только на Морфе. Винрейт у нас 52,5%, это не супер много, но это хорошо для такого высокого рейтинга, на котором играет Ятора. Так вот, начальный закуп вкачал, Монобрейк вкачал Блинк. В патче 7.34С антимага не трогали, но в целом ему особо сейчас и нечего менять. Этот герой очень стабилен, за это я его и люблю. Его винрейт сейчас составляет ровно 50%. На самом деле, хороший пикрейт вырос после того, как появилась личность у антимага. Нет, не личность, а ассет на личность в новом коллекторскэш-сундуке. Я, кстати, ее выбил с 42-й попытки, и у меня осталась целая куча повторок. 5 марси и 2 улитки. Я думаю, что я их разыграю в своем телеграм-канале. По первой ссылке в описании можете перейти и подписаться на будущее. Потому что условие будет только подписка. По крипам идет 15 на 3. В это время у морфа дела чуть похуже. 12 на 3. Но в целом все равно находится на одном уровне. Плюс-минус. Антимаг имеет только одну позицию. Естественно, эта первая всегда идет в керри. Ну, на всякий случай решил сказать, что больше его никуда не пикают. Главные герои, против кого у антимага наивысший винрейт. Это не конкретно кто-то, кто стоит против него, а именно просто против кого он играет. Первое. Это Медуза, Лантер и Шторнспирит. Но есть также герои, против кого у него наихудший винрейт. Это Легионка, Слардар и Мипа. Среди всех остальных героев. Начинает сборку с ПТшки. Покупает бант на ловкость. Из него будет делать потом себе ПТшку. Берет сначала просто 6 к статам. У него и так вполне неплохая скорость к атаке. Ну, а это даст ему поприятнее урон вначале. Чтобы ни одного крипа точно уж не пропустить. Даже под тавором. Если ты тоже остался недоволен сундуками десятилетия. Сейчас расскажу, как это исправить. И лутануть Аркану или ДК-хук. А возможно все вместе. У эпиков есть собственный батлбас. В котором на 15 уровне ты получаешь Аркану. А за полное прохождение ты можешь выбрать либо ДК-хук, либо плечи на СФ. Сам батлбас ты можешь получить по ссылке снизу бесплатно вместо 300 рублей. А еще вернулась мини-игра. Treasure Hunt. Помоги кунке дойти до сокровищ за 4 хода. Чтобы лутануть мега сундуки. В котором находятся халявные крутейшие шмотки. Ну и играть ты можешь раз в час бесплатно. Даже с мобильного телефона. Ссылку я оставил снизу. Так же как и промокод. Который даст тебе 15% к пополнению баланса. И дополнительную попытку в мини-игре. Очень приятная тычка. Особенно мне нравится как она работает с личностью. Но в целом даже без личности тычка все равно остается очень комфортной. На самом деле не удивительно. Все-таки это интимаг. Все что вы будете на нем делать. Но это 90% времени фармить крипов. Поэтому если это вам нравится. И вы очень хорошо держите позиционку. То герой определенно для вас. На нем можно играть как и на самом низком рейтинге. Так и на самом высоком. Правда чем выше рейтинг. Тем выше процент бана антимага. Потому что если в начале его не бояться. Ну в начале я имею в виду на низком рейтинге. Когда рейтинг становится очень высокий. То понимают насколько этот герой хорош и опасен. Но по правде сказать его нельзя назвать какой-то имбой. Это просто стабильно играющий герой. Который не то чтобы попадает в мету. Не то чтобы из нее выпадает. Он просто играется. И плюс-минус всегда стабильно. Вот что я хочу главное донести. Есть трендовый керри. Как сейчас. Это фантомка. Да. Антимаг к таким не относится. Появляется у него уже перчатка. Сапоги он берет. Именно сам носок. Бутлспид в последнюю очередь. Потому что антимагу не нужно куда-то бегать. У него в любом случае есть блинк. Для подсейва. Поэтому он берет с заключающей. Шмоткой в птшке. Вот сейчас. Прохрасили. Сразу же жмет блинк каут к вышке. Ну и как правило его не должны забирать в начале. Если вы на антимаге погибаете в начале игры. Первые 5-10 минут. Вы что-то делаете определенно не так. Потому что у вас есть блинк. Чтобы не умереть ни разу. Ну и в целом на антимаге фидить крайне нежелательно. Появляется птшка. Обратите внимание. Что ятора возит сразу. Что-то купил. Курьером привез. Ну либо например. Если вас саппорта убили. То тогда попросите его захватить вашу шмотку. Дропните ее на базу. То есть не нужно дожидаться. Например. Купить и бант и перчатку. И только потом ввести. Потому что. Вот эти начальные крипы крайне важны. И нужно стараться максимальный процент криптата себе сделать в начале. Чтобы чуть-чуть оторваться. Бэйна снова забирают. На самом деле здесь еще помимо Бэйна били Тайда и Феникса. Но это уже на других линиях. Нас это не так сильно беспокоит. Четвертый уровень у нас. Брейк в два. Блинк и контур спелл. Качан по одному разу. Что будет делать дальше. Ну естественно у нас БФ. Антимаг без БФ. Это. Наверное встречается в природе. Но очень-очень редко. И я бы вам не советовал. Без БФ вам будет очень сложно фармить. И удерживать нужный темп. Который должен удерживать антимаг. Поэтому он будет делать БФ в любом случае. Но также может купить себе в Рейсбэнд. Тут уже зависит от ситуации. В каких-то играх он берет пораньше его. В каких-то играх берет попозже. 42 на 9. Хорошо вырвался. Чем примечательна эта игра? Тем, что у нас здесь еще будет очень интересный камбэк в этой игре. Ну это так. Чтобы интереснее было смотреть. И у вас есть. Для тех, кто еще не подписан на мой канал. Но кому нравятся мои ролики. У вас есть последняя возможность подписаться. До того, как у нас на канале будет 100 тысяч подписчиков. Потому что на канале уже 900. Вернее просто 99 900. И буквально завтра уже будет 100 тысяч. Можете успеть. Вдруг кому-то это будет приятно. Так сказать. Быть в числе первой сотни тысяч. В миду у нас вроде у инвокера все не очень-то и плохо. 0-0-0. По крипстату 31. Но кунг его перефармивает. 43 на 4. Здесь же главное, что особо антимага не давят. Он может спокойно стоять бить крипов. Хотя линия довольно неприятная. Это и бист. Доставляет много проблем. И плюс винга тоже крайне неприятный саппорт. Особенно на четверке, когда против вас стоит. Поэтому я даже в такой ситуации, я тоже справляется вполне себе неплохо. Сейчас как будто прям под вышкой хотят его принимать. Но они тоже понимают, что это практически бесполезно. Наверное, только когда будет у биста ультимейт через 2 стана, они смогут забрать. И то не факт. Антимаг здесь между делом подфармил еще кабанов. Ну, не смог удержаться, чисто их не подрезать. 30 золота это... 30 золота это 30 золота. Поэтому нужно их фармить. Прилетел Тайд. И это шанс забрать биста. Забираю этого. Плюс еще на помощь инвокер. Он уже был лишним. Справились бы и без него. А так он потерял время. Поэтому зря прилетел. Но главное, что сделают... Сделали килл. Достался он Тайду. Антимаг получает только ассист. Но уже хорошо. Вкачивает на 6 уровне ультимейт. Сразу. Этот ультимейт можно без каких-то больших, так сказать, заморочек использовать даже на крипов. Если вы понимаете, что драться вам сейчас не с кем. Например, чтобы быстрее зафармить пачку. Особенно если она стакнута. То вы можете выжать у крипа всю ману и ультануть. Это вам поможет их зафармить быстрее. Но важно понимать. Если у вас игра совсем спокойная и скучная. Так, еще килл. И это килл для инвокера. Забрали биста 2 раза подряд практически. Но потеряли Тайда. Кунка прилетел. Также прилетела Винган. Проблемы у Бэйна. Главное, что на антимага нет фокуса. Потому что, естественно, антимаг это самая такая неприятная цель даже для врагов. Это хорошо то, что враги потенциально не хотят вас убивать. Они понимают, вы все равно, блин, конетесь и все равно, скорее всего, уйдете. Поэтому вас особо и не хотят забирать. Покупает себе кольцо. Сборка БФ начинается именно с него. Видим, что в Рейсбэнд он пока что не трогает. У него есть сирклетка. Но он апнет ее попозже. Уже после того, как будет у нас БФ и хороший тайминг на него. По поводу хороших таймингов. Это примерно 12-13 минуты. Это прям отлично. Если у вас есть ПТ-шка. Но ПТ-шка крайне рекомендуется собирать перед БФ-ом. Чтобы чувствовать себя поувереннее. И в любом случае это очень хорошие статы, которые вы получаете сразу. Потому что бывают те, кто собирают БФ первым артом. Это слишком смело. И как будто бы оно того не стоит. Так вот. 12-13 минуты это отличный тайминг. 14-15 это в целом пойдет. Если уже позже, то не очень хорошо. То значит у вас игра тяжелая. Посмотрите какие все лву хпшные. Так Тай дает реведж. Эти маг очень боится. Не собирается прыгать. У него мало хп. Ему нельзя погибать. Вот сейчас если у кого-то здесь мало маны. То мог бы мановоид хорошо залететь. Даст или нет. Потрясающе. Я правда... А, он ван дайнга дал. Если он сейчас еще и выживет. Нет, этого не происходит. Был очень хороший ульт. Сразу забирает двоих. Также добили они еще и кунку. Но антимаг погибает. В целом я предполагаю, что он все равно получил много денег. Да, посмотрите. 290-380. Нормально. Он окупил свою смерть сейчас. Но тем не менее. Если бы он еще и выжил, было бы вообще потрясающе. Получил 660 золота. А так размен в минус. 4 против 2. 1400 против 1900. Для дайер файт оказался выгоднее. На 1 килл. Антимаг реставится. Сразу же летит вниз. Остается ему нафармить только рецепт для БФ. И тайминг у нас будет так. Ну, к 12-й он не успеет. Хотя очень хотелось бы. Ну, короче. 12-30. Сейчас еще прилетит курьер. Вот так вот. Это можно записать к хорошим таймингам. То есть у него игра складывается замечательно. Даже не темноя на то, что он погиб. Но погиб не просто так. Сделал даблкил. И плюс ассист еще получает. Сейчас у антимага резко. Резко фарм становится крайне быстрый. После появления БФ. Этим и важно собрать его как можно быстрее. Чтобы как можно быстрее ускорить ваш фарм. Это все прекрасно понимают. Но тем не менее. Все, он к нему уже летит. Ну, не 12-30, а даже 12-40-3. Но все равно это очень неплохо. Появляется снизу Бестмастер. Со своими крипами. Антимаг не очень хочет здесь кого-то забирать. Он сейчас хочет просто бить крипов. По-хорошему, если мы еще сделали стаки. Тогда будет вообще замечательно. Вроде говорил или еще не говорил. В общем, берет себя перчатком. 12 к урону. И пассивно дает 20 к скорости атаки. Отличная нейтралка. Поэтому можете спокойно всегда ее выбирать. Хороший выбор. Так, андайинг здесь. Ну, видите, антимаг не хочет его прыгать. Как-то разминать. Ему это не интересно. Он, возможно, этот килл сделает. Возможно, не сделает. В любом случае, он потеряет много времени. Зачем терять много времени? Когда можно просто бить крипов. И ты стабильно получаешь много золота. А потом заканчиваешь игру в свою пользу. Давайте посмотрим на ценность. У него 6900. Мне очень нравится, что у Марфа ровно столько же. Вот сейчас он крипа добил. У него 7000. То есть, какого-то перефарма нету. Забрали андайинга. Цепляют. Вингу ультует в нее. На самом деле, зря. Мог просто дать вторую тычку. Она бы и так, и так погибла. Почему-то вот решил именно с ульты. Видимо, для красоты. Не знаю, почему так он сделал. Ну, ладно. В любом случае, килл сделали. И это главное. Так вот, что я хотел сказать. То, что дайеры по золоту ведут 3000. Но антимаг все равно держится на уровне с Марфом. А сейчас даже еще и обогнал. Потому что поучаствовал в двух киллах. И один даже сделал. Поэтому сейчас у него даже больше галды стало. Когда с БФ оформите пачку большую крипов. Я имею ввиду именно на линии. Потому что в лесу у вас и так их никто не украдет. То смотрите. Так как БФ хорошо так сплэшует крипов сзади. Чтобы их другие крипы по-быстрому не сбивали. Когда у них остается по... Там, буквально 15 хп. Это, конечно, момент очень очевидный. Но, тем не менее. Вдруг вы не обращаете на это внимание. И просто на автомате бьете крипов. Понимаете, что они сейчас все равно быстро все заформятся. Обращайте. Чтобы крипы, у которых там остается по миллиметру хп. Не сгорали. Это важно. Потому что вам нужно стараться достигать просто максимума ГПМа. Вот сейчас момент. Почему он не бил эту пачку? Потому что здесь эти крипы бы сейчас по-быстрому сгорели от крипов сил света. Поэтому он понимает, что в лесу крипы никуда не денутся. Переключился на лайн. И сейчас, если он еще успеет к 53 секунде сделать стак, будет вообще замечательно. Я про ту двойную пачку древних. Также у него появляется Орбов Коррозион. В Райсбэн до сих пор не куплен. Ну, а сейчас он делает уже Монто Стайл. В том Яша уже куплена. Так, возможно стаки отменяются. Потому что снизу... Снизу Драка. Он ее видит, но он специально не летит. У него есть ТПшка, она не в кулдауне. Но он пользуется этим спейсом, который по факту ему дают. И фармит. Он не бежал делать стаки. Он просто фармит фражеский лес. Так даже больше голды получит. Очень хорошо подпушивает верхнюю линию. Может быть даже будет ломать. Тем самым он сможет на себя забайтить. И так как здесь есть хороший вижен, он увидит. Когда к нему кто-либо полетит. И тем самым он поможет своей команде. А если они не полетят, то он снесет вышку. Это тоже очень хорошо. То есть здесь он в минусе вообще не может оказаться. Только если сейчас его заберут, тогда конечно сможет. Но прилетел только Кунка. Вышку он не добил. Но в любом случае она потеряла много ХП. И скоро уже упадет. На себя стянул Кунку. Рэйдиан Тауэр потеряли снизу. Но зато Антимаг получил кучу Аспейца. И сейчас посмотрите, у него уже 10 300. Морф, который тоже фармит хорошо, имеет 8 900. Притом я предполагаю, что у него по киллам... Да, посмотрите какая у него ситуация. 4 0 5. То есть счет просто божественный. Он ни разу не умер. Антимаг все равно впереди. И сильно впереди. Падает у нас нейтралка второго уровня. Он выбирает себе Аквилу. Чтобы не тратить время на покупку ультимейт Орбо. Пользуйтесь Курьером. Просто отправляйте его в потайную лавку. И покупайте им. Ну в целом, если вы фармите сейчас двойку, тогда можно не запариваться. Вы и так там буквально метр пробежите. Сможете купить. Но если потайная лавка далеко, то воспользуйтесь Курьером. Прилетает на нижнюю часть карты. Счет 10-18. Дайр 5000 все еще ведут. Всю игру пока что они лидируют. Это даже по графику будет видно. Вот желтый график. Видите, начиная с пятой минуты Дайр завоевывает все преимущества. И кстати, с каждой минутой все больше и больше. Да, там какие-то микро-моменты Радиант отыгрываются на пару тысяч. Но потом все равно Дайр забирают. Потому что Радиант фармит только антимаг. Дайр фармит практически все герои хорошо. Забрали Тауэр снизу. На антимаг еще и Алакрити накинули. Антимаг под Алакрити. Это настолько больно, что проще это увидеть, что мы скоро увидим в файте, чем сейчас все это описывать. Так, по талантам. На 10-ом я не озвучивал. Он взял 9 к силе. И на 15-ом берет минус 1 секунду перезарядки. За счет этой 1 секунды кажется совсем ерунда. Но так у нас кулдаун становится 5 секунд. И это повышает скорость фарма тоже. Потому что вы в любом случае любую пачку за 5 секунд забираете. Так вы бы летали на следующую пачку через 6 секунд. Так через 5 секунд. Но если бы убирать это на всю оставшуюся игру. То это равно процентов 20 ускорения вашего фарма. Если так говорить. Грубо, очень грубо. Забрали Рошана Дайр. Берет нас Морфа Егис. Убивают они еще и Бэйна. Антимаг успел уйти. Безопасную часть карты, где судя по всему никого нет. И возможно доломает Т2. Да, прыгает. Чуть рано прыгнул. Но рядом инвокер. В случае чего он поможет. Плюс антимага есть уже монта. Это тоже обязательно артефакт. Во-первых. Потому что ваши иллюзии очень хорошо выжигают ману. Вы буквально за пару секунд можете оставить врага без маны полностью. Так, у нас размин сторонами. Начинается. Отдали глифы. С двух сторон и Рейдент. И Дайр. И второй момент, почему обязательно монта. Это очень классный эскейп. Ну смотрите. Дайр всей командой ломают. Рейдент только вдвоем. Но пока что они по скорости идут одинаково. Антимаг забирает крипов даже не для того, чтобы зафармить. А чтобы они тоже били. Бараки. Так, здесь кунка. Прилетела винга. Главное забрать один барак. И все. И потом уже можно уходить. Не стоит драка. Смысла. Оставляет вингу без маны. Ультуют. Но, к сожалению, это будет просто размен равный. Если получится забрать кунку, то будет очень хорошо. Кунка пока что под бессилием. Забирает инвокера. Антимагу здесь становится небезопасно находиться. За ним уже гонится морф. Нужно убегать. Начинает делать бабочку. Купил штуку на ловкость. Раскидали арбузы. Насмешка тайда. Ну, в целом, просто разменялись сторонами. Я даже не знаю, насколько это хорошо. Потому что, видим, что дайры по преимуществу идут еще дальше. У них уже 7 тысяч. Но антимаг на первом месте. Все стабильно. Поэтому ситуация особо не изменилась. На самом деле, то, что Рейден забрали сторону, наверное, это хорошо. Я имею в виду к тому, что свою бы они вряд ли задефали. А так они разменялись в ноль. И по факту в минусе не остались. Если бы они пытались дефать, вероятнее всего, сторону бы все равно потеряли, но вражескую бы не сломали. Вот тогда было бы вообще плохо. Так, здесь... А, это курьер-антимага. Ничего себе. Непривычно его видеть в вражеской потайной лавке. Опасно, на самом деле. Видите, он даже, чтобы не терять вообще времени, даже во вражескую потайную лавку отправляет курьера, чтобы купить последний элемент бабочки. Вот он и появляется после манты. Начинает гореть нижняя сторона. Слышим телепорты, но антимаг не слышит. Он отправил иллюзию, чтобы чекнуть. Все, как только видит, что враги прибежали дефаться, он тут же отходит. Отходит, чтобы не подставиться. Потеряли инвокера, но зато почти снесли тауэр. Следующий заход от антимага, это уже будет минус вышка и, возможно, минус барак. Затишье. Антимаг даже 20 секунд не бьет крипов. Это редкость. Начинает с ревайджа. Как же хорошо еще. И Бэйн ультанул просто замечательно. Фраг добивает антимаг. Переключается на андайинга. Подрезал курьера. Нужно снести тамбу. Тьмаг зонится. Он пока что не тратит ульт. Хотя хотел дать андайинга, передумал. Его просто забирают с руки. Рейдент остается вдвоем с инвокером. Хороший мановоид, но у беста было слишком много маны, поэтому урона оказалось не так уж и много. А это был как будто бы трипл килл, но не хватило хп. Очень обидно, просто невероятно. Но могло быть настолько красиво, что это был бы отдельный шортс на ютубе. Минус четыре. Сделали два килла, но зато каких. По золоту, конечно, они в минусе. По опыту тоже в минусе, но хотя бы забрали морфа. Это радует, что у него сбили стрик из шести убийств. Это очень неплохо. Разница по голде, опять же, очень высокая. 17600, первое место антимаг. Потом идет вражеский бист, вражеская кунка, вражеский морф. То есть почти вся команда. Все три основные позиции. Бабочка, на самом деле, была нестандартным решением на третий артефакт. Основной, как правило, после монты идет Айбиса Блейд. Здесь же он решил сначала бабочку для того, чтобы стать очень плотным. Чтобы его не могли пробить. У морфа, естественно, никакой МКБшки нету. Ни у кого здесь нет МКБ. Поэтому пробить антимага задача сложная для ДР. Но увидим, что все равно у них получается. А вот сейчас, после бабочки, уже будет Эбисел. Сначала он думал, может быть, собрать линку. Потом понял, что нужно больше урона. Плотность и так есть. Урона и контроля. ДР убивают Бейна. Гонятся за Тайдом. Будут ли его спасать? Нет. Тайд тоже у нас идет как разменная монета. Антимаг за Ивейдил красиво с контрспелла сейчас. Стан Винги. За ним толпа зомби. Ему вообще все равно. За ним чисто гонятся герои вражеские. Он блинкается, пачку забирает, потом заново блинкается. Это опасно. Если его сейчас примут, будет очень плохо. Так, принимают. Дали ульт. Дают второй стан. Контрспелл. Монта ушел. Тут, если был бы только третий стан, уже, например, корабль от Кунки, тогда бы антимаг сейчас отъехал. Но добиться такого тайминга, задача очень сложная. Это нужно, чтобы все три героя были рядом вражеские, но еще не запутались и четко дали станы в таком порядке, чтобы антимаг остался вообще без шанса блинкануться. А блинкается он очень быстро. На 26-й минуте продают в Райсбенд. На самом деле, прям не очень как-то получается, так складывается, что в Райсбенд продается сразу, как только он получает двойные статы. Когда он становится очень приятным артом. Но уже заканчиваются слоты. В любом случае, антимаг, вернее, ятора никогда в Райсбенд не игнорируют. Поэтому, если вы хотите собираться по его сборке, то и не игнорируйте все равно его никогда. Так как свой импакт он вносит хорошее. Рэвейдж, красота. Забрали беста. Как же много урона впитывает тайт. Вроде герой жирный, но, вероятно, у Дайр урона больше, чем хп у Рейдиант. Кунг во сне. Антимаг потратил ульт. Эвейдит снова стан. Винги с фунтерспеллом. Фокусит морфа. Забирают его. У него есть бейбэк. Может выкупиться в игру. А если не выкупиться, то Дайр рискует потерять еще одну сторону. Явно они этого не хотят, но жадничает морф. А уже как будто бы поздно. Бараки уже как будто бы и не сейвятся. Винга свапает. А вот и бейбэк. Все-таки не удержался. Ладно, бараки стоят. У них даже бэкдор был. Вернее, глиф. У антимага появляется сатаник. 20 уровень левый талант. 150 к дальности блинка. Регенка. И уходит фармить дальше. Также обратите внимание, что ни шарт, ни аганим он не покупает. И если его и собирать, то уже позже, когда есть все 6 слотов. То есть ему хватает, скажем, базовой способности, чтобы выносить всю команду. Хотя очень интересные у него и шарды. У нас две новые способности. Блинк фрагмент. Это когда вы спауните свои иллюзии. В общем, мне нравится на самом деле. Но не стоит эта трата в начале своих денег. Буквально за секунду забирает двойную пачку древних. Выбивает нейтралку третьего уровня. Выбирает дефенд шел. Прыгает на морфа. Рисковал подставиться. Появился эбисол. Но так как у морфа... Нет, у морфа нет линки. Почему-то мне казалось, что есть линка у него. Но это не так. Значит, он сможет его принимать через эбисол. И даже с помощью иллюзии выжать всю ману, дать мановойт. Я думаю, он его заберет за время действия эбисола. А потом морф просто даже и вейформ не сможет дать. Потому что маны не будет. Дает дасты. Морф прыгает. Убивает Бэйна. Рейдент остается вчетвером. Прыгает на кунку. Дает эбисол именно в него. Кунка под бкбшкой. Бкбшка заканчивается. Хороший ревейдж. Антимаг сразу прыгает в андайнга. Но тут же... Тут же отбегает. Потому что видит, что его собирались перенимать. Инвокер дает алаклити. Тоже антимаг не бьет. Он уходит. Но у него еще остался мановойт, чтобы... Возможно, этот файт перевернуть. Кунка дает крест. Цепляет антимага. Тоже дал блинг. Забегает в Рошпит. Ну, не для того, чтобы забирать Рошана, а чтобы дать ТПшку. ТП дает в мид и уходит. Все. Он на безопасном расстоянии. Обидно на самом деле. Вроде такие... Потенциально... Хорошие файты начинаются. Но потом Дайер все равно. Берут и забирают преимущество в них. Смотрите. Минус 2. У Рейдиант. Плюс они Бай отдали. В итоге полторы тысячи Дайер заработали. Так. Подставился кунка под Эпицел. Хорошо. Антимаг его выносит. Правда, он остается без маны и без ХП. Дальше продолжать файт он не может. Ему нужно отойти и восполнить ресурсы. Иначе будет очень неприятно. Оказаться в файте без ничего. Забрал барак. Этот барак не стоит никакого риска. Его не нужно забирать. И не нужно забирать, когда вы рискуете. Но. Так как он забайтил кунку подойти к себе. Это получилось очень хорошо. За кунку он получил 800 голды. Прервал серию из 7 убийств. А сейчас сам будет делать линку. Вроде как антимаг кажется со стороны скучным героем. Но на самом деле. Настолько интересного геймплея, как сейчас, я давно не наблюдал. Такие тонкие моменты, скажем, аккуратной игры. Вот я, Тора, на антимаге. Это прям искусство от доты. Звучит громко. Пафосно. Но это так и есть, на самом деле. Именно вот у этого героя. Этим антимаг и сложен. Он не подходит для новичков, которые не чувствуют его. И как бы играют на нем по формату побить крипов, идти подраться. Но здесь не совсем так. Герой тонкий. И если вы не уйдете с помощью одного блинка, то вас быстро заберут. Поэтому очень важно на нем именно чувствовать зону. Ну и, естественно, соблюдать темп. Потому что темп сбили, антимаг выпал из игры. Все, игра для него закончена. При условии, если не доберется каким-то образом его команда до, там, 50-й минуты, когда антимаг уже выформит в любом случае. Ну, тут вопрос, какие герои играют против него и что у них в этот момент. Так, Алакрити, заход и хотят бэкдор пробить. Увидел тпшки, сразу уходят. Все, можно, на самом деле, отходить, ждать линку. А вот и она на подлете. Есть. Шесть слотов имеется. Дальше остается только продавать птшку. Ну и собирать уже муншард, а также аганимшард и аганимскипетера. Какой-то визуальный баг был. Полоска пропала. Ладно. Видят в ингу. А, здесь еще кунка в инвизе. Еще и бестмастер и андайен. Дайер порвались не очень удачно, кажется, по дровагу. Но смогли забрать тайда. Потеряли только в ингу. Антимаг прыгает, добивает бестам. Дайер остается втроем. Антимаг. Выживает. Плюс мор сейчас с аегисом. Резко рейдинг как-то выпрыгивает из файта и бегут просто ломать. Видно, что у них главная цель это именно спушить, а не драться. Практически вынес андайенга. Добил хорошо он. Выползли в агем. Тимаг даже его берет. Смотрите. Я думал он его просто проигнорирует, но нет. Он понимает важность. Опять же, эвейдит адаптив страйк морфа. Сбили линку. Может подставиться. Как будто бы не боится здесь этого. Чувствует. Руна мудрости нужно забрать. Очень важно, потому что скор 25 уровень. Талант нужно получать. Курьер Бэйна. Он летел, чтобы антимаг ему передал гем. Поэтому там ничего важного не было. У Дайра остается 3 барака. Притом в меду он наполовину пробит. Но он регенится. Поэтому если его долго бить не будут, он будет фуловым. Выбросил здесь гем. Ну, потому что... А, продал ПТшку и взял муншард. Только он пока его не будет съедать. А вот когда будет у него на готове следующий артефакт, тогда он муншард съест. Сейчас у антимага очень большая скорость атаки. У нас получается... Так. 566. 0,30 секунд. На каждую тычку. Марфан. Сейчас пропадает Аегис через 3 секунды. И антимаг делает новую попытку. С захода. Чтобы доломать барак. Опять же, фокусится в тот, который не регенится. Сносит его. Выйдет. И отходит. Каждый раз, когда он так заходит, он, конечно же, рискует подставиться. Но у него есть достаточное количество эскейпов сейчас. Хотя нет бы КБшки. Поэтому хоть и на грани, но по одному бараку он ломает. 25 уровень. Наконец-то получает. Левый талант вкачивает. Это у нас минус 50 секунд перезарядки. Мановой, да? Теперь КД всего 20 секунд. Это прям... Ну, представьте, 50 секунд. Скинулись. Наводить. Сейчас можно давать просто каждого героя. И три раза запает. Вынес Андаинга. Пытается его принимать. Спел дать блинкаут. Рейден даже уже и преимущество заработали себе. Хоть и небольшое. 3000 до... Для 37-ой минуты это пустяки. Но в любом случае они отыграли все, что было у Дайр. Это очень похвально. Следующий арт, который пойдет на замену Маншарда. А вернее, не совсем на замену, а Маншарда с Хаветса. Это... Скади. Начинается драка. Фокусит в Кунку. Бист ультует в Бейна. Антимаг незаметно его нарезает. Пока что... Хорошо добил с ульты. Застанил Вайда. Прошу прощения. Застанил Морфа. С Эбисела. Морф выкупился. Пробил Андаинга. Морф допустил сейчас огромную ошибку. Он влетел под перекачкой на ловкость. Делает буйство. Это кажется не первое буйство. Забирает второе. Убивая Кунку с ультимейта. И доламывает. Практически последний барак. Делая мега крипов. Вот это вот... Было очень красиво. Ну и можно сказать заканчивает игру. Потому что вся вражеская команда. В таверне. Без бейбека. Зарабатывает за файт. 5800 золота. И 20000 опыта. 17-2-6. Итоговый счет. И на этом игра заканчивается. Посмотрим итоговую таблицу. Я тоже просто перевернул эту игру. Полностью. Сейчас именно на графике это будет очень заметно. Как игра поменяла свой ход. 35000 ценность. 534 добитых крипа. 965 золота в минуту. 943 опыта в минуту. По героям нанес 37000. По постройкам 24000. Впитал 52000. Больше даже чем тайт. На секундочку. Делайте скриншот его прокачки. И график. Вот тот самый камбэк случился под конец. Спасибо за просмотр. И всем пока.